Дорогие друзья, сегодняшнее видео посвящено препарату Аквадетрим. Я хотел бы сделать небольшой такой мини-обзор на этот препарат. Аквадетрим это источник витамина D3. Сейчас это чрезвычайно актуально, потому что во многих исследованиях доказано, что витамин D3 обладает неспецифическими иммуномодулирующими свойствами, которые позволяют защититься и повысить резистентность, устойчивость к вирусным инфекциям. Мы не можем сказать конкретно, касается ли это набившего оскомину коронавируса, но по крайней мере общая неспецифическая защита это стопроцентная доказанность. Так вот, цель сегодняшнего видео показать именно и подчеркнуть, что именно состав биологически активных добавок, состав комплексных витаминов имеет важную роль. А в частности, это вспомогательные вещества, которые добавляют витамины и микроэлементы. Значит, препарат Аквадетрим, что у меня прежде всего бросилось в глаза, как бы некий акцент я сделал, то, что такой запах очень сильный, искусственного ароматизатора аниса. Ароматизатор анисовый синтетический, естественно, как вы это правильно понимаете. Плюс, значит, сам состав входит в колертальциферол, витамин D3, и он является синтетическим по своей природе. Это не из природных источников, не из натуральных. И научно доказано то, что синтетические препараты, синтетические витамины, синтетические вады, они обладают другой стереоизметрией, и они по-другому влияют на организм, поэтому я все-таки рекомендую витамин D3 из природных источников. Но ладно, допустим, этот минус еще не такой сильный, не такой выраженный. Дальше продолжим читать и знакомиться с вспомогательными веществами, которые входит в препарат. Это макрогол, глицерил, рециналиат, натрия, гидрофосфат, додека, гидрат, ароматизатор анисовый, бензиловый спирт, вода очищена. То есть, по сути дела, здесь синтетических дополнительных препаратов и веществ больше, чем действующие вещества. Но представьте, что вам надо принимать этот препарат почти весь сезон, когда нет ультрафиолета. Это почти большая часть России. И вы будете принимать все вот эти синтетические компоненты ежедневно. Следовательно, вот вред от этого препарата, потенциальный вред, может быть, больше, чем польза. Поэтому я призываю все-таки искать природные источники витамина D3. Это, прежде всего, печень, трески и другие рыбы. Также есть витамин D3 из растительных источников. И они, конечно, будут более физиологичными, более естественными и более натуральными для организма.